Россия несет убытки от аварий на северных потоках, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Газ дорогой и сейчас он улетучивается в воздух. Половина его уже была запланирована для внутренних балансов России, отметил он. Заявление о том, что Россия саботировала аварию на северных потоках, Песков назвал абсурдными. Это большая проблема для нас. Обе нитки северного потока заполнены газом. Все системы готовы к прокачке, отметил пресс-секретарь президента, пока огромные объемы дорогущего и который станет еще более дорогим газа выходили на поверхность Балтики. Пока в ЕС все готовятся мерзнуть. Согласитесь, еще неделю назад вы о таком и подумать не могли. Но есть как есть. И вот на фоне резкого роста цен на энергоносители, а дальше будет больше. Ибо сюжет этот вышел раньше, чем крякнули СП1 и СП2. Французы ринулись скупать теплые вещи и одеяло, чтобы отложить включение отопления в домах, сообщает Франс 3. По признанию клиентов магазинов, в этом году им придется менять привычки и носить дома свитера, утепленные штаны и тапочки, чтобы не мерзнуть зимой, отмечается в репортаже. Ну, зато, наверное, здоровые будут, закаляйся и все такое, пока русские в трусах по дому ходят, когда за окном минус 40. Впрочем, это все лирика. Товарищи западные партнеры уже начали работу над созданием легенды, что все сделала Россия, тут без сюрпризов. И вот вы не поверите, ну шутим, шутим. CNN сообщает, что по данным неких разведчиков, вблизи мест повреждения Северных потоков видели российские корабли и субмарины. Снабжая все это удовольствие, конечно, кадрами Путина в батискафе, хотя он и на подводной лодке тоже был. Впрочем, еще больше просто ужасных подробностей подлой Москвы уже через пару секунд. Друзья, пожалуйста, не забывайте, что в современных тяжелых условиях мы работаем лишь благодаря вашей исключительной поддержке. Даже 50 рублей вашей помощи нам крайне важны. Номер карты на экране и в описании к этому ролику. Спасибо и вместе победим! Итак, бывший министр иностранных дел Австрии Карен Кнайсель, который недавно пришлось бежать с родины из-за постоянных угроз, не видит никакой логики в версии о руке Кремля. Однако именно поэтому ее и выперли из Австрии, где местные, простите, спецслужбы, получается, не смогли обеспечить реально большому чиновнику безопасность Европа-класса, как говорил Остабендер. Хотя и это мелочи. Например, вице-премьер и министр обороны непобедимой Латвии возложил на Россию ответственность за ЧП на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В телеинтервью BBC он заявил, что 21 и 22 сентября российские суда несколько раз проходили в том районе, где были повреждены трубопроводы. По его словам, не нужны 120-процентные доказательства, чтобы знать, кто виновен. И действительно, сто раз так делали Хайли Лайкли до сих пор и каются. Правда, Лондону, который превратился в страну третьего мира, но это так, мелочи. Тем более, вот журнал «Шпигель» делится очередными суперинсайдами от американских покровителей. Всезнающая ЦРУ якобы предупреждало немецкое правительство о потенциальных атаках на газопроводы в Балтийском море еще летом. Поразительная проницательность. Хотя и это не рекорд, ведь еще одно немецкое издание, теперь это Билд, также радует своих читателей сенсациями. «Подобный инцидент мог быть совершен только абсолютными специалистами», говорит капитан второго ранга ВМФ Юрген Вебер. Например, 561-я бригада морской пехоты, что в Калининграде. «Зачем же Путину ломать свои же трубы?» – спрашивает Билд. «Россия хочет оказать давление на Запад и повысить цены на газ. Приходит быстрый ответ». А чтобы совсем далеко за правдой не ходить, все тот же Билд чуть позже добавил «Путин сам заложил бомбу во все четыре нитки северных потоков еще во время постройки». И это точно не конец истории.